Председательство в ЕАЭС передано Белоруссии. Кыргызстан подводит итоги саммита глав государств. Подписано 14 документов. Прошу прощения, Андрей Малахов извинился за произошедшее. Как отреагировали кыргызстанцы? Самое дорогое мясо в Аше, самое дешевое в Таласе. Проведен необычный мониторинг. Только за 30 дней говядина подорожала на 50 сомов. Сирены гудели, учения шли. Насколько Бишкек готов к чрезвычайным происшествиям? И что делать гражданам? И куда бежать? Эти и другие новости сегодня в эфире. Здравствуйте в студии Айджан Казакбаева. По факту хулиганства на контрольно-пропускном пункте Челдовар задержаны трое мужчин. Все они жители села Челдовар 29, 26 и 23 лет. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. Подозреваемые на два месяца заключены под стражу. Проводится ряд следственных и оперативных мероприятий по установлению других причастных лиц к этому преступлению. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Напомним, 28 сентября на контрольно-пропускном пункте Челдовар автодорожный проходила спецоперация по предупреждению незаконного пересечения госграницы. В момент, когда сотрудники ГКНБ пытались произвести задержание, на них напали местные жители. Они стали кидать камни. В результате несколько силовиков получили незначительные травмы. Чтобы прекратить потасовку работникам погранслужбы пришлось стрелять в воздух. Тех, кто уничтожит либо повредит аппаратно-программные комплексы и камеры видеонаблюдения безопасного города, накажут по всей строгости закона и обяжут возместить имущественный ущерб. Как сообщила пресс-служба МВД, поиск злоумышленников уже ведется. На сегодня по Бишкеку и Чуйской области в едином реестре уже зарегистрировано 14 подобных фактов. Ущерб исчисляется миллионами. Так, зафиксированы факты расстрела камер с применением огнестрельного оружия, попытки похищения, порчи. Кроме этого, объектами нападений становятся не только аппаратно-программные комплексы, но и сами операторы. По фактам хулиганства, уничтожения или повреждения чужого имущества возбуждены уголовные дела. Ведется досудебное разбирательство. История с женщинами, обнаруженными в Сукулуке, получила продолжение. Объявились родственники женщины, которая до сих пор может находиться в доме 5 по улице Шопокова в Сукулуке. Там были обнаружены несколько женщин, которых насильно удерживали на протяжении пяти месяцев в маленькой комнатке сарая. Теперь объявились родные второй женщиной. Но, правда, встреча сегодня так и не состоялась. Приехав из Лей-Лека, мужчина сказал, что зовут ее Зуракан. А позже уехал неизвестно куда. Тем не менее, сообщают родственники другой женщины, которую вызвали до этого после огласки в СМИ, дело двинулось с мертвой точки. Своей работой занялась не только милиция, но и соцслужба, институт омбудсмена. Хозяйка дома номер 5 по улице Шопокова в Сукулуке до сих пор не идет на контакт с прессой. Только по телефону говорить, что половина из того, что опубликовано, ложь. Наверняка этот адрес уже знают многие. Дом уже известный. Полмесяца назад в милицию поступило заявление. Мужчина сообщил, что именно в этом доме насильно держит его родственницу с детьми и еще двух женщин. Одну из них на цепи. На место сразу же выезжала следственная оперативная группа. По приезду указанные заявления женщины были найдены в этом доме. Одна из них была привязана к железной цепи. Данный факт был зарегистрирован в едином действии преступления и поступков по статье 172, то есть лишения свободы уголовного кодекса Кыргызской республики. В настоящее время все участники данного, все лица указанных данным заявлением допрошены, но у них имеются противоречия. В связи с чем следственные органы для полного и объективного расследования данного материала до судебного производства проводятся все необходимые следственные мероприятия. Улан Кудайбергенов адвокат одной из пострадавших, Кинжикан Джапаровой, и одновременно муж ее сестры. Говорит, что именно после огласки в СМИ милиция зашевелилась, дело сдвинулось с мертвой точки. Следователя поменяли. Начались следственные мероприятия, после его родственница поедет в Ож. Там находится еще один ее сын. Трое дочери с ней в Бишкеке. Однако психологическую экспертизу ни женщина, ни ее дети еще не проходили. Хозяйка встречалась, она говорит, полностью зарплату оплачу, материальный ущерб, все, оплачу, только дальше не надо, может поговорим. Хорошо, мы очень вставку сделали, встретились. Документы до сих пор у следователя мы еще не получили. Материал полностью еще не посмотрели. Напомним, что по словам Улана, у его родственницы отобрали паспорт, телефон, документы на детей. Работала Кинжикан с утра до вечера. Не за деньги, а по принуждению. Хотя устраивалась на работу помощница по дому лишь для того, чтобы заработать на школьные принадлежности. Две девочки школьного возраста. Сбежать не могла. Боялась за дочь, которую хозяева пристроили в один из микрорайонов, ухаживать за детьми. В мае на рынке в Аше я услышала объявление. Искали помощницу по дому. Обещали платить 6 тысяч сомов в месяц. По приезду сразу отобрали документы и телефон. Но у меня остался еще один старый аппарат. Видимо, хозяева подумали, что он не рабочий, и я пекла лепешки. Дочки их продавали. В сентябре одной из них удалось купить сим-карту тайком. Так мы и связались с родственниками. И они нашли этот адрес. Появились подробности и о той женщине, которую держали на цепи. Правоохранительные органы сообщают, что на цепях женщину держала ее сестра, живущая по соседству. В тайне от хозяев. По крайней мере, такие женщины дала показания. Мол, спасала окружающих от психически невменяемой родственницы. Бывало не раз, что женщина сбегала из дома. Омбудсмен Токон Мумытов говорит, что удалось установить личность этой женщины. Зовут ее Курсанай. У нее двое детей в разводе. Ранее лечилась у психиатра, но результатов это не дало. Мы со своей стороны также отслеживаем ситуацию. Мы решаем вопрос по детям. Сейчас вот эти двое несовершеннолетних детей, они привезены в Бишкек. Адвокат с ними работает. А та женщина, которая была отмечена и проходила в средствах массовой информации, она в настоящее время решается вопрос о ее размещении в психиатрической больнице в Чумкургане. О третьей женщине, которая, по словам Улана Кудайбергенова, до сих пор находится в том же доме в Сукулуке, в правоохранительных органах пока ничего не говорят. После освещения этой ситуации в СМИ появились ее родственники. Они искали женщину на протяжении двух лет. Один даже сегодня приехал из Лелека в Сукулук. Но встреча так и не состоялась. Мужчина попросил не снимать его на камеру, а позже уехал. Анастасия Соболева, Нурбек Капаров, НТС. Народ великодушный, поэтому простили. Так в один голос заявили жители Ожской области, в частности, проживающие в селе Джапалак. У многих из них есть родственники, которые трудятся в России. По их данным, только на одной улице, почти в каждом втором доме, кто-то является трудовым мигрантом. И переживали они даже не сколько за слова Малахова, а за своих родных. Гудьяна Атамужбаева подробнее. Муж Ваисовой Махверат находится в России на заработках. Сама женщина с детьми дома. У них их семеро. Шесть девочек и один сын. Единственный кормилец многодетной семьи – это глава семейства. Он работает дальнобойщиком в Санкт-Петербурге. Ежемесячную зарплату высылает семье. Каждый месяц ждем зарплату мужа. Иногда в конце месяца получает, иногда в начале следующего, числа пятого. Это число мы ждем с нетерпением. Живем на его зарплату. У нас другого дохода нет. Никто не работает. Дети маленькие, расходы большие. Высылает всю зарплату. Себе почти ничего не оставляет. Высылает ежемесячно 30 тысяч рублей. Дети маленькие. Им надо покупать одежду. Бывает, болеет. А лечение везде платное. Умуркана Абдамит Алибхазы в Ош вернулась недавно. Сейчас на декретном отпуске. Последние 10 лет живет и работает в России. Имеет российское гражданство. За это время они с мужем заработали на квартиру в городе Новосибирск. И построили дом в селе Джапалак, города Ош. Программу Андрея Малахова в тот день не смотрели. Выступление прослушали позже. И очень удивились, рассказывают они. Обычно наши коллеги-россияне спрашивают, как вы, Крыгыз, заработая, так же, как и мы, умудряетесь накопить денег на дом, квартиры и машины. Все просто, я им объясняю. Крыгыз экономит на всем. Покупает только сырые продукты и готовит сами дома. Даже есть парни, которые сами пекут хлеб, чтобы сэкономить. А местные жители покупают готовую еду. Также многие берут подработки. Работают по 15 часов в сутки. Самое главное, многие верующие и поэтому стараются зарабатывать честным трудом, чтобы выслать семье честно заработанные деньги. На этой улице десятки домов. Почти в каждом втором есть трудовой мигрант. В основном они работают в России. Слова ведущего Андрея Малахова, вспоминая Толу Найбурпушева, в первую очередь вызвало тревогу. За тех, кто на чужбине, за тех, кто нелегким трудом зарабатывает на жизнь. Мы, Крыгызы, великодушный народ, поэтому умеем прощать. Но прежде хочу сказать то, что Андрей Малахов неправильно выразился и расстроил нас, матерей мигрантов. Наши дети там день и ночь работают, и никто даже не думает зарабатывать легким путем. Поэтому, пользуясь моментом, хочу обратиться к Малахову. Андрей, сынок, больше так не говори про каргызов. Пусть все у наших сыновей-мигрантов будет хорошо. Пусть они поработают и вернутся домой, на родину. В нашем Сире-Чапалак в каждом втором доме есть мигрант. Дочери, сыновья и снохи находятся на заработках в России. Мы их достойно воспитали. Они хорошо работают и высылают нам свои деньги домой. После слов Малахова мы, конечно, оскорбились, но простили. Мы, Крыгызы, такой народ, который умеет прощать и забывать плохое, а хорошее возвышать. Посмотрев по телевизору программу Малахова, нам было очень обидно за наших детей. Наши дети там хорошо работают, зарабатывают немалые деньги, высылают домой сами. И на свою жизнь им хватает. И нас, родителей своих, детей своих кормят, строят дома. Им незачем совершать преступления ради денег. Но после того, как Малахов публично, тем более на кыргызском языке, попросил прощения, мы его простили. Сурамбай Джейнбеков и кредитными организациями по поддержке экономических проектов в районах и областях страны. Толкумбек Абдыгулов отметил, что в Кыргызстане обеспечивается ценовая стабильность. За август инфляция составила 2%. Также главе государства была представлена информация о мерах, принимаемых по созданию условий для развития и поддержки малого предпринимательства и расширения кредитования, а также проводимых работ в рамках цифровизации банковских услуг, повышению доступности финансовых услуг в регионах страны. Отмечено, что Нацбанком в течение этого года проведены 27 кредитных аукционов с общим объемом предложения 36 миллиардов сомов. Из них большую часть предложена в рамках кредитных аукционов для цели развития регионов. Союз состоялся. Саммит глав государства ЕАЭС стал историческим, так и охарактеризовали прошедшее в Ереване заседание Высшего Евразийского экономического совета представителей стран-участниц. По его итогам подписаны 14 документов, также соглашение с Ираном, Сингапуром о создании зоны свободной торговли. В ближайшее время возможно подписание подобных договоров с Египтом, Индией. Напомним, в ЕАЭС пять стран-участниц. Кыргызстан вступил в объединение в мае 2015 года. На сегодня уже около 50 стран выразили желание сотрудничать с Евразийским экономическим союзом. Это заседание Высшего Евразийского экономического совета можно поистине считать историческим. И даже не столько потому, что были приняты ряд важных стратегических решений и соглашений. За пятилетнюю историю существования ЕАЭС впервые, помимо лидеров стран, входящих в его состав, участие приняли и те, кто к нему не присоединился. Присутствовало сразу три главы иностранных государств. Это были лидеры страны-наблюдатели Молдовы и два новых лидера, с которыми были заключены договоры о свободной торговле. Это лидеры Ирана и лидеры Сингапура. И вот в этом аспекте мы видим, что Евразийский экономический союз становится достаточно серьезным игроком на мировой геоэкономической арене и становится таким определенным центром притяжения, когда с разных континентов, с разных объемов экономики идет стремление на установление экономических отношений. В июне текущего года члены Евразийского экономического союза договорились с Китайской республикой обмениваться информацией о международных товарах и машинах, перемещаемых через свои таможни. Процедура должна ускорить процесс прохождения грузов на границах между странами. В силу соглашения вступает уже в этом месяце. И эта договоренность в очередной раз доказывает, что влияние союза на мировой экономической арене становится сильнее. Очень быстро меняется окружающий мир, происходит смена технологических устоев, меняется мировая торговая архитектура. Все это было предметом обсуждения наших лидеров, наших руководителей. Не обошлось без того, что опять же были подняты вопросы проблемных взаимоотношений, когда до сих пор у нас на границах каких-то аспектах сохраняются барьеры, препятствия. И все президенты в своих уступлениях отметили, что нам необходимо как можно быстрее прийти к единому рынку, когда груз будет следовать от границы до границы Евразийского экономического союза без всяких препятствий. Еще во время ратификации документов о членстве Кыргызстана в ЕАЭС был принят единый таможенный тариф. Сумма таможенных пошлин складывается в зависимости от объема импорта в одну страну от третьих стран и объема поступления ввозных таможенных выплат. Далее распределяется между всеми участниками экономического союза. Согласно ранее достигнутым договоренностям, доля нашей страны от общей суммы этих поступлений составляет около 2%. Было принято решение оставить неизменными коэффициент расшипления для Армении и Кыргызстана. За счет Республики Казахстан и Российской Федерации коэффициент расшипления для Республики Беларусь был увеличен на 0,3%. Для Кыргызстана очень важно сохранить тот уровень таможенных поступлений, которые на сегодняшний день мы получаем. Это порядка 16 миллиардов сумм. В первом форуме Евразийского экономического союза... Сразу после саммита лидеры стран ЕАЭС отправились на международный экономический форум «Транзитный потенциал евразийского континента». Мероприятие провели в Центре креативных технологий ТУМО. По итогам форума принята декларация, которая описывает вопросы, озвученные ранее и вынесенные по ним решения, а также регламентирует дальнейшие действия стран, входящих в состав организации. Также члены Высшего Евразийского экономического совета приняли решение, что подобного рода форумы ежегодно будет устраивать та страна, которая на текущий момент председательствует в Евразийском экономическом союзе. Сабина Дамаскина, Самадала Тахунов, НТС, Армения, Ереван. Необычный мониторинг розничных цен. Специалисты провели анализ средних потребительских цен на говядину и баранину по 18 населенным пунктам республики по состоянию на конец сентября этого года. Картина получилась следующей. В день мониторинга самая дорогая говядина и баранина оказалась в городах Джаалабад, Ош, Харасу и Баткен. 350 сомов за килограмм. А дешевую говядину можно было в этот день приобрести в городе Талас, Харакол и в селе Покровка. По Бишкеку официальные данные над статком не предоставил, но наши корреспонденты побывали на одном из городских рынков и решили все выяснить сами. Как оказалось, за последний месяц килограмм говядины подорожал на 50 сомов. Джанул Мурзадышев Мекова продолжит. В этом году цены на мясо значительно выросли. Если в прошлом году розничная цена говядины за килограмм составляла 300 сомов, то в этом году ее продают по 315 сомов и выше, и то это оптовая цена. Марлен Харасартов продает мясо на этом рынке уже больше 25 лет. Продает только говядину. По его словам, спрос на нее выше, чем на другие виды мяса. Ранним утром закупает мясо оптом килограмм за 280-300 сомов. Продает уже за цену на 50 сомов больше. Торговля идет по-разному, рассказывает продавец. Иногда в день уходит до 150 килограммов говядины, а порой и несколько килограммов сбыть не получается. Цены разные, начиная от 340 до 400 сомов. Есть и по 380. Это же базар, сами понимаете. Нет фиксированной цены. Сейчас нам оптом приходит по 310 сомов. Иногда такое же мясо по 290 приходит. Я примерно накидываю 30-40 сомов на каждый килограмм. Ну а Роза Джумашева для продажи предпочитает закупать только мясо теленка, причем на рынское. Говорит, есть свои постоянные клиенты. И их терять нежелательно. Тем более на фоне подскочивших цен на мясо. Для нас совсем не выгодно, что цена поднялась. Чем дешевле мясо, тем легче и быстрее его продать. А когда дорожает, мы несем колоссальные убытки. Остатков много. Незначительный скачок цен и результат. Полупустой рынок, говорят реализаторы. И без того каждый клиент на счету, рассказывает Бурулча. Здесь она не первый год. Наше мясо признали чисто экологическим. Поэтому у нас в Киргизии чуть-чуть мясо поднялось. За счет того, что идет мясо на экспорт. То есть в Таджикистан, в Дувай на экспорт идет. Волюо. Да, сильно подорожало. Возможно, даже говорят, еще подорожает. Эти вот лепочки 350, чисто экологическое, хорошее мясо. Чисто резаные, смотрите. А вырезка? Вот такие вот 360, а без костей 420. Вот эти тоже 360. Это очень хорошее мясо. Да, мясо было дешевле, сейчас подорожало, естественно. Все с каждой недели 10-15 сумм дорожало. Это опять цена. Рынок диктует цены. Мясо дорогое, так как сама живность подскочила в цене, сообщили реализаторы. Но Талайбек Исаков с этим не согласен. Сам он уже больше 20 лет продает скотину на базаре и говорит, что и в прошлом году, в этот же период, теленка продавал за эту же цену. Цена такая же, как и в прошлом году. К примеру, этого теленка за 28 тысяч продавали в прошлом году. А в этом году такая же цена. Он примерно 90 килограмм мяса дает. Но что-что, сено в этом году очень дорогое. По словам экспертов, мясо подорожало на внутреннем рынке из-за того, что экспортируется уже чаще обычного. Ранее было подписано соглашение с Ираном. Сотни тонн мяса увозят туда. Кроме этого, закупить каргайское мясо уже в скором будущем намерены предприниматели из Китая. Законопроект о профсоюзах, несмотря на то, что вызвал много нареканий и разделил депутатов на два лагеря, отправлен на голосование. Документ рассмотрят завтра. А сегодня в парламенте часть народных избранников потребовала вернуть его на доработку и упрекнула авторов лоббирования. Так, некоторым депутатам не понравилась идея установить возрастной ценз для председателя Федерации профсоюзов в 65 лет. Они предложили исключить эту норму как дискриминационную, но ее оставили. Также парламентарии заявили, что профсоюзы просто не хотят открывать свои доходы и отчитываться, на что тратятся отчисления трудящихся. На что ответили, что Федерация не должна отчитываться перед депутатами согласно положению Конституции об общественных организациях. Отметим, сами члены профсоюзов выступают против законопроекта и собирают подписи с просьбой не принимать поправки. По их данным, законопроект уничтожит профсоюзы и содержит коррупционные схемы. Вы от Советского Союза унаследовали бюрократию и бардак. Я бы посоветовала вас отдельно всех рассматривать, включая деятельность Мирбека Асанакунова. Его самого сто раз проверяли. Столько уголовных дел возбуждалось, столько судебных процессов, конфликтов. Почему это не решается? Потому что идет прямая защита и конфликт интересов. Межсессиона раньше можно было предложение вносить и убрали такой пункт выражения недоверия. То есть он либо умрет ногами вперед, оттуда уйдет, либо уголовное дело возбуждят. А если у тебя супруга сидит в председательном комитета, естественно, кто на него уголовное дело будет возбуждать. Если говорите, что на Мирбека Асанакунова возбуждено дело, то докажите. Это мой муж и что? Я здесь не должна сидеть? Я исполняю свое конституционное право. Если было возбуждено дело, то говорите фактами. Чтобы дойти до Асанакунова, вам нужен большой опыт. Я председатель комитета. Все делаем открыто. Все, кто хочет, участвуют. Мы сидели два часа в кабинете и обсуждали. Мы стараемся услышать. В тот день, когда законопроект проходил, я вообще считаю, что незаконное голосование было. Два против двоих было. Вы, как председатель комитета, вы должны были взять самоотвод, но вы подняли руку, проголосовали. Тем самым вы подтвердили конфликт интересов. Потом... За клевету и ложную информацию предусмотрено наказание по закону. А вот за фейки и оскорбления в интернете привлечь, увы, не получается. В парламенте считают, что с такими проявлениями в интернете надо что-то решать. Скорее всего, в парламенте об этом заговорили сейчас, потому что надвигаются выборы. Депутаты понимают, что обливать грязью политиков будет прибыльно. Это будут не только разлетающиеся слухи. После каждого сказанного ими слова интернет завалят гневными комментариями на их счет. Каковы будут меры? И стоит ли хейтерам и троллям остерегаться? Этот материал, кроме нашего эфира по телевизору, вы сможете посмотреть также и на официальном YouTube-канале НТС. Ссылки прилагаются и в соцсетях. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Хейтерам и троллям эту информацию можно не запоминать. И ею они просто не пользуются. Начать активную борьбу с такими элементами интернета теперь призывают не только звезды шоу-бизнеса, но и политики, активно готовящиеся к парламентским выборам. Что и говорить, горячая пора агитации, которая в современном мире не ограничивается лишь вливанием огромных денег в концерты и задабривание избирателей подарками и благоустройством дворов. Отдельной миссией будет выживание в информационном поле. Компроматы одно, а вот клевета и травля совсем другое. Вы пойдете кандидатам в депутаты и какой-то ложный аккаунт, фейк, да? Он вам вас очернит все. Вот вы мошенник, скажете. Вы пока с этим аккаунтом, ложным информацией пока будете оббеливаться, у вас весь период предвыборной агитации пройдет. Вот представьте, да? Ходи и оправдывайся. И мы не хотим, чтобы закрывать весь соцсеть. Это свобода слова. Пускай развивается. Это предоставление информации. Любую информацию можно взять, да? Мы хотим просто, чтобы все были открыты. По словам Бакета Турбаева, он не предлагает пока никакого законопроекта. Уж точно речи не ведет про ограничение деятельности социальных сетей. Всем тем, кто вдруг решил трактовать его слова как попытку попирательства свободы слова, в спокойствие заключает депутат. Ограничить право людей высказывать свое мнение, тем более в открытом интернет-пространстве никто не собирается. Да и как это сделать, депутат затрудняется объяснить. Главный посыл – пресечь целенаправленную травлю и клевету. Сам Бакета Турбаев признается, что он активный инстаграмщик. На него подписано почти 60 тысяч пользователей. Политик сомневается, что среди них есть ненастоящие люди. В этой соцсети он размещает ту информацию, которую считает интересной с личной точки зрения. Есть негативные комментарии? Есть, есть. Там он киргалтерган дарбаре? Есть, он минухуп, и я тоже на это делаю внимание. А вот в Фейсбуке его аккаунт скорее больше партийный. Такое вот получилось разграничение. Сейчас, говорит Бакета Турбешевич, он обсуждает технические и иные инструменты пресечения наказания за деятельность подобного рода. А вот в Департаменте информации при Минкультуре открыто признают, что не знают, как с этим бороться. Фейки баламутят общество, наносят урон репутации объекта травли, формируют ложное мнение общества. Но ничего поделать с этими провокаторами чиновники не могут. Гражданский кодекс, это гражданско-процессуальный кодекс о нарушениях, кодекс о проступках, есть еще и законы о средствах массовой информации. Но данные механизмы в полной мере не работают. Сама процедура выявления этих аккаунтов, технически это, конечно, возможно. Со стороны Государственного комитета информационных технологий и связи такая работа проводится, но она не настолько оперативна, как бы нам хотелось, потому что существуют еще зеркальные сайты. Если мы можем заблокировать один аккаунт, та же самая информация может зеркально появиться на другом сайте. Нет закона об интернете, нет закона об информации. При том, что есть куча других законов, как отметила наша собеседница, через которые можно привлекать к ответственности интернет-агрессоров. Аккаунты-фейки за деньги, выполняющие поставленные перед ними задачи. И это не только обливание грязью человека. Это могут быть вбросы с целью спровоцировать конфликт между группами населения, вызвать протест против решений, законов, деятельности даже другого государства. Так было с фейком про китайских инвесторов, которых теперь якобы от нападок местного населения будет охранять китайский спецназ. Это фейк. Но шум он наделал. Найти и привлечь бы. Но даже если и найти, то как буквально доказать, что тот или иной человек создавал этот пагубный контент в этом вредоносном аккаунте? Не говоря уже про обнаружение заказчика. По Матраимовым у нас тоже было расследование, когда мы проанализировали 100 пользователей, 100 аккаунтов. И эти 100 аккаунтов, которые комментировали один пост, там 500 комментариев было, из них 100 аккаунтов комментировали, из этих 100 пользователей 82, выяснилось, что 82 из них фейки. А те, которые отстаивали там азотик, за азотик они были там расследования про 700 миллионов, там фейков было мало, большая часть были реальные пользователи. Технические средства, как отметили эксперты, существуют. Раскрывать эти фейковые аккаунты можно так же, как ГКНБ отслеживает и блокирует экстремистские сайты. Хотя особенных результатов, как показывает практика, спецслужбы в этой охоте не добились. Пока они выслеживают один сайт или аккаунт, закрывают его, авторы в этот момент создают три новых, клонируют, зеркалят. Одним словом, борьба с ветряными мельницами. Чтобы понять суть этого явления, лучше всего спросить того, кто варится во всей этой кухне. Паблик, который ведет наш собеседник, имеет без пяти минут миллион подписчиков. One Million Kyrgyz Stories, или больше известный кыргызстанцам как ОМКС. Негативно под его постами, неважно, о чем хейтеры и тролли пишут всегда. Это работает так. Людей нанимает, определенных людей. И с ними никакого контакта даже физического нет. Просто с ними связывается. Говорят, не хочешь заработать, мы тебе посту сколько-то будем платить. Поскольку? Условно назовем тысяч часов в день. Время придет, час спи. И просто втравят, говорят. Вот человек выпустил фотографию или какой-то пост. Короче, пишите. И каждый будет оставлять там гневные комментарии. Если он просто за своим телефоном сидит и просто это все пишет, какие-то плохие комментарии, я думаю, если ГКМБ, при желании, можешь найти. А есть какие-то обходные пути? Конечно, есть. Они могут просто через VPN выходить, прокси-серверы разные, менять. В этом ничего сложного нет. Вы даже можете спокойно себе VPN скачать на телефон, через это выходить, и вас никто не определит. Вы как будто из Америки пишите эти комментарии. И никто это не определит. Лекарства от этой болезни сходятся во мнении чиновники-эксперты не в законах или технических средствах, а в сознании аудитории, точнее пользователей. Благо, которое люди получили в виде интернета и социальных сетей, так же, как почти все на свете, имеет побочные эффекты. Один из них – это как раз массовые атаки ботов, троллей на цель, в чьих любых интересах. Чаще заплату. Такая вещь, как медиаграмотность, суть которой научить уже с детства отделять зерна от плевен, сегодня не просто желательно, она необходима. Елена Яковлева, Эрлан Кемельбеков, НТС. Митинг недовольных школьными поборами состоялся сегодня в Бишкеке. Акция собрала представителей со всех регионов республики, сообщили ее организаторы. По их словам, сотрудники милиции вручили им решение суда об ограничении акции протеста на проспекте Чуй и предложили уйти в сквер имени Горького. Но они решили дождаться представителей правительства Белого дома. Последние с митингующими встретились. Представители Министерства образования во главе с заместителем министра Нурланом Умуровым сказали собравшимся, что им необходимо изучить ситуацию, а затем принимать меры. Как заявили митингующие, несмотря на то, что министр подписал приказ о запрете незаконных денежных сборов в общеобразовательных организациях республики, сбор денег продолжается. Родители требуют запретить поборы не отдельным приказом министра, а внести поправки в закон об образовании. Так как аналогичные запреты Министерство вводило в 2014 и 2017 годах, но они не имели эффекта. С завтрашнего дня все семь классов, которые учились в контейнере в селе Кенеш Нарынского района, начнут заниматься в здании местного клуба. Как рассказали в пресс-службе полпредставительства правительства в Нарынской области, клуб был построен год назад. Владелец разрешил использовать здание под школу. На сегодня в здании распределили комнаты для классов и подготовили отопительную систему к зиме. Правительство выделило 900 тысяч сомов. Решение тоже временное, до тех пор, пока не построят новую школу, сообщили в администрации области. Напомним, в селе Кенеш месяц назад торжественно открыли школу из шести контейнеров. Это вызвало возмущение общественности. Активисты предложили собрать деньги на строительство новой школы, но в правительстве от помощи отказались. Никакой паники, идут учения. Сегодня в Бешкеке завыли сирены. Сотрудники МЧС проводили учения, ликвидировали разыгранную катастрофу, утечку опасного для здоровья вещества аммиака. Таким образом проверяли готовность спасательных служб и оборудования к чрезвычайным ситуациям. Однако эти учения вскрыли серьезную проблему, решать которую, похоже, никто не торопится, куда бежать и как спасать свою жизнь, как оказалось, многие гражданские не знают. Екатерина Ступкина продолжит. Сегодня утром в столицу огласили тревожные звуки. Одновременно завыли 57 сирен. Однако паники среди населения не было. За день до этого МЧС предупредила. Реальной угрозы нет. Проводятся учения. На поезде везли 300 килограммов аммиака. Однако случилось шестибальное землетрясение. Вагон перевернулся, произошел пожар. А ядовитое вещество, опасное для жизни человека, попало в атмосферу. Таков сценарий этого тактика специального учения. Мы взяли пробы воздуха. Предельно допустимая концентрация составляет 20 миллиграммов на кубический метр. Это в окружающей среде имеется в виду. В рабочей зоне он составляет 0,2 миллиграмма на кубический метр. У человека возникает, в первую очередь, головокружение, головная боль. Глаза окраснеют. Вот такие патологические изменения. Человек может умереть? Умереть может. При вдыхании определенного количества аммиака. Сегодня учения проходили в Ленинском районе столицы. Последствия разыгранной катастрофы устраняли 120 человек. Спасатели, пожарные, врачи, милиционеры, санитарные врачи, разведгрупп и сотрудники железной дороги. В МЧС отмечают, что учения прошли в рамках месячника, который продлится до 5 октября. И приурочен он ко дню снижения рисков бедствий. Здесь у нас приступили к действиям пожарный поезд. То есть она осуществляла водяную завесу для нейтрализации аммиака. Также сотрудники ЦГСН определили зону заражения. После чего сотрудник службы спасения после разведки вытащили из очага пострадавших и передали за сотрудниками медицинской службы. О начале учений гражданских предупредили звуки сирены. Это, к примеру, находится на пересечении улицах Унбаева и Абая. Никакой паники не было, несмотря на то, что многие, как оказалось, даже не знали, что тревога ложная. Впрочем, не знали и того, что нужно в чрезвычайных ситуациях делать. Сирена, вы знаете, что делать? Вообще, честно говоря, не особо ознакомлено. Я знаю, что нужно, конечно, укрываться куда-то в какие-то безопасные места, но где у нас они здесь находятся, я, честно говоря, не знаю. Сирена прозвучала, вы слышали? Нет, не слышали. На школе были. А ты слышала, да? А ты знаешь, когда такая сирена звучит, что надо делать, куда бежать? В подвал. Вас учили в школе или ты сама знаешь? Сам. Я не услышал, но в таких случаях или катастрофа, или землетрясение, или наводнение, или еще что-то природное явление. Что надо делать в первую очередь? Это, в первую очередь, надо защищаться. Где? В общем-то, в случаях, в подвалах или там, ну, знаете, как надо защищаться. Именно в этом небольшом помещении находится то важное оборудование, которое включает сирены. Алло, да? Включать, да, все. Вот он запустил стойку, у нас включается стойка ПС. Стойка ПС, она подключает сирены, которые задействованы в городе. Вот этот весь цикл будет длиться 2 минуты 45 секунд. После необходимо зайти в помещение, включить телевизор или радио. Именно оттуда будут вещать о том, что произошло. Также нужно собрать документы, вещи первой необходимости, включая воду и еду на несколько дней, и найти в своем районе бункер. К сожалению, многие подземные сооружения используют под спортивные залы, а некоторые и вовсе закрыты на замок. Если речь идет о землетрясении, необходимо выйти на улицу, обязательно на открытое пространство. Если такой возможности нет, спрятаться под стол или другую устойчивую конструкцию. Также можно укрыться в палаточном лагере. Его разбили в рамках учений. По словам спасателей, он может обеспечить едой и кровом около 300 человек. Здесь можно приготовить пищу и даже принять душ. Имеется и специальная комната для маленьких детей. По этим картам можно понять, сколько зданий разрушено и сколько человек пострадали. Сегодня на исправность проверили 57 из 126 сирен. Оборудование это досталось нам по наследству от Советского Союза. Потому мощность у многих оказалась слабой, а некоторые и вовсе не предупредили об опасности. Когда удастся выяснить точное количество сломанной техники, начнется ремонт. Командно-штабные учения прошли во всех районах Бишкека. В них участвовали около 700 сотрудников спасательных служб. Отметим, что столь масштабные учения проводятся в Кыргызстане во второй раз. Екатерина Ступкина, мэрия Мамбетова, Урмат Мамбеталиев, НТС. Сжигание мусора является правонарушением, за которое грозит штраф до 23 тысяч сомов. Мэрия Бишкека напоминает жителям столицы о запрете на сжигание мусора. Дым от горящих листьев и резины – это источник угарного газа, который сильно вредит здоровью. Их сжигание загрязняет воздух и уничтожает городское биологическое разнообразие, говорится в сообщении муниципалитета. Согласно Кодекс о нарушениях, выброс из сжигания производственного мусора и других предметов в неустановленных местах, сжигание листьев влекут штраф для физических лиц – 7,5 тысяч сомов, для юридических лиц – 23 тысячи. Мэрия Бишкека просит граждан своевременно сообщать о нарушениях. Это были главные новости на сегодня. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Продолжение следует...